СПОРТ ЭКСПРЕСС СПОРТ ЭКСПРЕСС СПОРТ ЭКСПРЕСС СПОРТ ЭКСПРЕСС СПОРТ ЭКСПРЕСС Мартин Хабада стал игроком швейцарского Биля, а Ярослав Кристик перебрался в Кошица. Это говорит только о том, что Лев прекратил борьбу за попадание в плей-офф. Рижская «Динамо» в отличие от Левы распродаже не подлежит. Коллектив из столицы Латвии твердо обосновался в зоне плей-офф. В матче против московского «Динамо» гости провалили первую половину матча. В восьмой минуте стартового периода хозяева ввели со счетом 3-0. Почин сделал Анисин. Также точными попаданиями отметились «Квапил» и «Кокарев». Во втором отрезке москвичи продолжили гнуть свою линию. Сергей Коньков после паса Вячеслава Козлова довел счет до крупного. А вот дальше у столичного «Динамо» кончился бензин. Рижане прибавили в движение. Возглавил погоню Марцел Хоса. Вначале «Словак» забросил шайбу сам, а на старте заключительного отрезка выдал пас Наварга. А когда на 47-й минуте «Сотни» сократил разрыв до минимума, в Лужниках запахло жареным. Хозяева к их чести при помощи своего вратаря Волкова смогли победу отстоять 4-3. Рига теряет драгоценные очки в битве за седьмое место на Западе. Нападающий Акбарса Лаурис Дарзинч планирует приступить к занятиям в общей группе после начала паузы в КХЛ, связанной со шведским этапом Евротура. Напомним, что Латыш выбыл из строя в октябре прошлого года из-за травмы плеча. Клуб Дарзинча накануне встречался с лидером чемпионата СКА. В нынешней ситуации Дарзинч Акбарсу просто необходим. Команда из столицы Татарстана, хоть и забросила пять шайб в этом матче, действиями в атаке не впечатлила. Еще больше претензий главный тренер Казанцев должен предъявить своим защитникам. После того, как счет стал 2-0 в пользу хозяев, именно неудачная игра обороны Акбарса во главе с голкипером Касутиным позволила СКА быстро счет сравнять. И все же на первый период хозяева ушли, ведя в счете. Точным броском отметился Денис Куляш. Мощное начало второй 20-ти минутки и вновь Акбарс после попадания Морозова повел в две шайбы. Игроки СКА в такой ситуации проявили себя во всей красе. Еще до перерыва питерцы усилиями Кучерявенко и Федорова вновь сделали счет равным. А в третьем отрезке уже хозяева выступили в роли догоняющих, когда Максим Рыбин первый раз матча вывел гостей вперед. И все же казанцы сумели найти в себе силы отыграться. На выручку своим партнерам пришел Заритов. Победа в этом поединке осталась за СКА. В серии буллитов питерцы, в отличие от хозяев, смогли реализовать все свои попытки. Решающий бросок на счету Федорова. 5-6 СКА взял у Акбарса реванш за поражение двухмесячной давности. Мы играли, наверное, сегодня, может быть, лучше в этом сезоне. Игра была интересная, да. У нас было достаточно моментов забить гораздо больше, я скажу, да. Конечно, такие голы, как мы в большинстве опять пропустили. Это же восьмой гол, по-моему, да, у нас. Такие ошибки нельзя делать в таких играх из такой команды, как СКА. Команда, которая забила больше всех голов. Югра одержала третью победу подряд. На этот раз над «Автомобилистом» 2-0 и вышла на седьмое место в осночной конференции, обойдя Амур. Подмосковный «Атланк» к неописуемой радости всех своих поклонников сумел прервать свою неудачную серию с шести поражений. Произошло это в Нижнекамске, где гостям традиционно непросто разжиться очками. Первый период команды отыграли в сухую. На точный бросок «Глухого» гости ответили результативным попаданием Лемтюгова. Второй отрезок остался безголевым. А в третьей 20-ти минутке гости сделали результат. Победная шайба на счету все того же «Глухого». После этого хозяева раскрылись и поплатились за это. Подопечные Карлсона еще дважды поймали соперника на контратаках. На табло отметились Рыбаков и Юханссон. 1-4 нефтехимик потеряет важнейшие очки в борьбе за место в плей-офф на Востоке. Состояние здоровья нападающего «Атланты» Николая Жердева, получившего сотрясение мозга в матче против «Торпеда», не вызывает опасений. Сам Жердев заявил, что матч с нефтехимиком пропустит, а вот к игре с «Авангардом» будет в строю. Накануне же КХЛ назвала лучших хоккеистов неделя. Калкипер Новокузнецкого «Металлурга» Тиэму Лассила признан лучшим вратарем. На прошлой неделе он провел три встречи. Процент отраженных бросков составил 96,2, а пропускал он в среднем 1,26 гола. Пасси Пуйстала признан лучшим защитником. Представитель Северстали сыграл три матча, в которых отличился победным голом и результативным пасом. Показатель полезности игрока обороны – плюс три. Лучшим нападающим признан Николай Бушуев. Форвард-автомобилиста в трех проведенных матчах забросил пять шайб и сделал одну голевую передачу. Его показатель полезности – плюс пять. Сегодня же в КХЛ будет сыграно пять матчей. На нашем канале вы сможете увидеть четыре игры. В 15.55 Сибирь примет Новокузнецкий «Металлург». В 18.55 прямая трансляция из Чехова, где сойдутся аутсайдеры западной конференции «Витязь и Лев». Но из-за этой ремарки матч не становится менее интересным, ведь на лед возвращается «Гроза Лиги» Джереми Яблонский. Ну и вечером вас ждет две премьерные трансляции «Северсталь» «Динамо Минск» и «Московская Дерби» «ЦСКА Спартак». На этом у меня пока все новости. Хорошего вам дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok